друзья всем привет очередной выпуск про автомобилей для засу и хочу начать с того что все абсолютно все автомобили которые проходят через наши руки они поддаются обслуживанию перед тем как выдать парням мы все эти автомобили обслуживаем не всегда это получается очень так просто тяжело иногда бывает уж и машины старенькие запчасти на них фиг найдешь одна из машин у нас уже три месяца висит про нее будет вообще отдельная история короче это я все рассказываю к тому что я не могу физический процесс снимать в ремонта всех автомобилей герой нашего сегодняшнего дня автомобиль который мы будем выдавать парням он тоже попал под ремонт но здесь уже я тоже принимал участие поэтому слегка увидите ремонт напомню что это продолжение истории доставки автомобиля она из двух частей кто не видел первую часть вот засу номер 15 вот там было начало и хочу сказать что на данный момент развития событий мы находимся в польше и что самое интересное обычно нас все приключения застают до момента покупки автомобиля в момент покупки автомобиля а здесь нас приключения застали после покупки автомобиля 8 грибы 16 щеплением и 13 полуны больше не она как-то едет и так понимаю сейчас посмотрим на сколько сцепление упал поля все против и лобовуха дружки это самое за 14 тысяч может дать стоящие на коленях софия есть нашел для тебя сарай вот просто бомбически именно то что ты хотела вот такое чудо за две с половиной тысячи евро он правда стоит на коленях такое весь папа ломаный покоцаны со шпаклевки вылеплены сейчас покажу грубо говоря вот вот это вот все вылеплено пневмо у нее правда нифига не работает она все разваливается рассыпается но то все фигня зато он заводится и едет лобовое стекло здесь полного погревом а да вот эта дверь у меня не открывается снаружи открывается только середины ну тут чуть-чуть стекло треснула правда все блин легенда и и ма ё tweens на которой нет и пизда он Slip либо попа о-опа и уж пугаю красота это можно не переживать что автоматами не поделать но зато сколько две с половиной до теперь что касается рак с этой стороны тут тоже вот все все вот это вот вылеплена здесь вот здесь даже никто не заморачивался просто дырка было шпаклевки ляп и все раз от а вот если во внутрь свой тут вообще класс а аж на это самое накладывали здесь нужно посмотреть что осталось от этой арки от этой арки осталось ничего вот просто тупо ничего дня не осталось ни с одной ни с другой стороны потолок меня просто радует красота две с половиной тысячи евро подарок в одном из наших роликов которые вы уже видели хотя не факт наверное все таки выйдет после этого выпуска но там уже была засвечена сейчас покажу что именно вот такая вот интересная штука которую нам подарили минер и потому что не знаю что мы периодически проводим аукцион и так вот вот эта штука будет разрисована и передана тому кто даст за нее больше денег на нее будет объявляться аукциону мы все-таки хотим помогать нашей армии и находим разные способы я не знаю какая будет стартовая цена здесь еще сохранился в идеальном состоянии детонатор он кстати уже обезврежен это наши друзья минеры это настоящий ракетный снаряд кассетная бомба правильно так сказать наверное так правильно если вдруг неправильно сказал поправьте меня она без мотора она без кассет но она с детонатором поэтому вот эту штуку мы обрисуем продадим для того чтобы заработать денег для засу а те кто не хочет остаться равнодушным друзья вот здесь вот оставлю реквизиты кто захочет может поучаствовать досрочно в помощи нашей армии а если кто-то хочет устроить аукцион раньше на вот эту штуку то милости просим пожалуйста в комментариях можете ставить ставочки стартовая цена я думаю 4000 гривен за вот этот экземпляр более даже чем я думаю старт дата когда закончится друзья разом сила разом до перемоги вот такую штуку можете приобрести себе в офис можете домой еще куда-то стартовая цена 4000 гривен кто больше хотите купить до аукциона поспешите труп мэн что такое труп мэн верный собака хроняка тхс не кричи на нас но хороший хороший так тут нормально тут хорошо разоги сзади 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 она в засаде о паутинка дома хорошо рама хорошо эти вот будочки еле открывающиеся мне вот например из вот этого автомобиля выбегать вообще неудобно ну да трехи такой спернутый воздух как будто кто-то где-то на тону где-то и утопили и где-то она тут плавала глубоко и далеко по болоте ездил и дано выехала молодец хорошая машинка ключа пока такие аккумулятора него ключа нет аккумулятора нет аккеды бенжи ключик и пить пять тысяч евро на у этой mazda фар у него в салоне лежат и радиатор интеркулера и сын она такая гниловато стики 21 за 20000 злотых говорит могу сделать ну что тут дела хер его знает тут полу пипец этой машине то есть в руках может остаться 20000 злотых люстру уже сняли такой капот у него квадсон и радиатор интеркулера влупленный машина вся ржавая рассыпается 20000 злотых это 4 4 300 евро приблизительно ну вот с чего его выбирать с и чего как бы откуда не приезжаешь по фотография машины ну а так смотришь ну такое типа то что мне забрали еще стоит у красный москвич но не совсем москвич о вио ильве а то сколько две с половиной на какой каждому максимум фары неактивные машина до 2006 года вообще нахер никому не нужно ну вот я бы вот такой не рекомендовал то есть машина до шестого года не нужно не нужны нам ключей от нее не проблем здесь ну хватает скажем так а вот это красное чудо сколько стоит с левыми фарами продана за сколько продано если такая машина вернее было она кому-то продана ладно я чисто спортивный интерес что у нее тут так ну тут рама хорошая 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 закрыта шкиряный салон ну такая легкая коррозия если хорош ссылка теперь американцев 28 кузов нифига это 12 кузов это 80-х годов машина да а это вообще семерка да стану добрый 120 мм вега а скільки воно варту и чего нам не продается и в коллекцию заложить ну такое для любителя еще можно найти живых сицукин право рукой 30-й кузов да вообще блин 190 вот эта машина она все время вошла в книгу рекордов гиннеса за самый маленький радиус разворота вот эта машина у нее колеса выворачиваются пипец как очень сильно на вам практически на месте разворачивается ой блин интересно но английский полуразваленный ну такое над ним конечно что постараться надо вот так вот рафал пустил на свою коллекцию рафал это парень который продает автомобили красивый мотор в общем у поля карафала мы ничего не купили не выбрали не нашли вообще ничего то и в принципе с нашим бюджетом делает там нечего все автомобили они немножко дороже поэтому мы решили не тратить время поехать на границу для того чтобы пройти ее засветло такой был идеальный план но не тут то было бедронка тут затормозились для того чтобы для парней набрать всяких штук смоколоки опа чуть-чуть назад тетю пропустить кучу всяких шоколадок вон два ящика тушенки и в общем еще бы гигиену найти но чего-то тут как бы нету имеется ввиду не то что по акции в принципе по акции было вообще классно сейчас поляки тормознули рому и не пускают потому что говорят что у него наверняка шесть с половиной тонн и больше если больше шести с половиной тонн то он должен ехать по красному коридору поляки так и не пустили нашу вторую машину аргументирую тем что машина весит уже не шесть с половиной тонн а три с половиной тонны больше соответственно дуйте на красный коридор и звонили отсюда вас таможни пограничники при мне несколько раз поляки говорят нифига в общую очередь я так понимаю просто и уже поляки устали нам помогать и всякое такое отстоял роман в очереди заехал по красному коридору сейчас оформляется но я пока его здесь стою жду на украинской стороне то есть нас разделяет каких-то там 400 метров но стою жду гостиницу я уже недалеко зарезервировал даже если мы пройдем глубокой ночью ничего страшного поедем спать такие вот новости два часа ночи выезжаем с таможней начало шестого и мы только добрались до гостиницы почему так долго потому что доблестные полицейские нам решили посодействовать мало того что таможенники в этот раз чудили такое что на голову не налазит они нет уж на видео да нигде короче ситуация какая заезжает одна машина паспортный контроль прошли таможенный контроль пошли идем дальше оформляться никто ничего не блин я уже торможу я сейчас посплю и потом нормально все расскажу короче начудила таможня начудила полиция но мы уже добрались до гостиницы и все ложимся спать так вот утро наступило а историю я забыл рассказать поэтому я рассказываю ее сейчас что было на границе рассказываю приезжаем на границу меня пропускают ну что у меня вес до трех с половиной тонн а романа говорят нифига пан в колейку туда за 40 километров вставай и вот нас не жарит и все вот мы записали твой номер мы тебя не пропустим ты здесь не проедешь хочешь езжай там на другую границу всякое такое я куконный парень я говорю окей я поехал я сейчас договорюсь с нашими пограничниками чтобы они позвонили полякам и поляки пропустили мы уже такое делали ну что они подтверждают что эта машина для военных я приезжаю парни окей сейчас позвоним звонят полякам первый раз 0 реакции даже никто к брами не подошел к шлагбауму яж алё алё не пропускают второй раз друзья пропустите там наша машина вторая стоит полять полячка ну полька c с повагаю а полячка c с неважно вот так вот полячка вышла сказала такая пан невид кривь брама уезжай отсюда я иду уже к начальнику смены если можно так сказать он говорит в открытую слушай поляк тебя не пропустит договаривайся где-то там как-то или на другую границу вот там сказали точно мы его не пропустим большое спасибо в очередной раз водителям дальнобойщикам которые видят что автомобиль для зсу тем более мы в клейке когда подъехали стояли там увидели меня поприветствовали ребята офигенное здорово вам спасибо за то что в очередной раз пропустили автомобиль для зсу роман проехал но он поехал по красному коридору там все проверки туда-сюда очень тщательно проверяли надо еще дать должное то что там в машине мой сын он с паспортом но он без родителей и он там сидит один с ромой пропускает потому что папа там папа в красном бусе все нормально поляки поверили и вся эта процедура мы заехали где-то часа в два дня а выехали они в 3 часа ночи до гостиницы которая находится через 16 километров мы приехали в 6 утра почему потому что у нас есть винторогии нельзя их назвать полицейским потому что это просто мусора вот такие винторогии я не я не бачу я не буду так разговаривать да так видео про это будет отдельно потому что ну там был кач нормальный я несколько вставок ставлю про то как не порядочные полицейские не по закону в комендантский час пользуясь служебным положением охеревшие наглые выписывают мне постанову даже не посмотрев моего водительского удостоверения но об этом будет потом отдельное видео вчерашние ночные похождения дали себе знать причем вряд ли полицейские общение с таможней потому что вот сейчас я чувствую что я простыл пипец температура у меня и уже таблетками накормили какими-то я вообще не любитель хавать такую барбитуру но понимаешь что нужно ехать состояние честно говоря вообще не фонтан думал уже все ехать домой но не все позвонил дима вот по вот этому автомобилю когда он передвигался на нем польша один раз вывалился какой-то чек и надо его естественно почитать пока есть время за мной и отдохну короче все нормально с машиной но все равно надо попросить софию чтобы они обратили внимание на датчик положение распредвала потому что если она выскочила однажды но может повториться поэтому либо контакт надо переделать может там окислился потому что машина сколько времени стояла но пока пока все хорошо пока нормально но дима когда тестировал машину в польше как я уже говорил отхватил ошибку автомобиль обслужили автомобиль обслужили поменяли масло поменяли фильтр масляный фильтр воздушный мы знаем что там чуть-чуть вперед бампера приезжала бампер поменяли поменяли его не мы поменяли его до нас мы знаем что там чуть-чуть помятый усилитель бампера не страшно мы знаем что там стоит изувеченный радиатор кондиционера но при этом кондиционер работает в общем все вроде бы хорошо едем в Харьков Хьюстон у нас проблема проблема заключается в том что вот вроде бы все запускается машину я почитал никаких ошибок у нее нету но на педаль она не реагирует я понял это топливо заканчивается сейчас надо на ближайшую заправку либо же пипец топливному фильтру вот есть у меня такое подозрение я думаю это топливо сейчас едем посмотрим короче началась воздушная тревога и мы сейчас не можем заехать на заправку потому что заправки не работают в воздушную тревогу поэтому прицепились на шнурочек и пока едем на шнурке куда-нибудь пока не закончится воздушная тревога шо ж ты так рвешь ты чего не обучен ездить на буксировочном тросу крайне неудобно ехать с правой стороны рулем да еще и на шнурке такой опыт у меня вообще первый раз жизни фиг знает чем это закончится пока едем все отключаюсь потому что неудобно вообще на самом деле очень хорошо что мы эту неисправность выловили еще до того как мы парням отдали автомобиль потому что сейчас сейчас есть возможность его починить до конца я все-таки думаю что это топливный фильтр или чего-то с топливной системы ладно не буду повторять одно и то же сейчас пока едем на шнурке в сторону из того а дальше будем посмотреть что и как а было бы неплохо еще и заправиться потому что палива нет но воздушная тревога короче чтобы остановить вот этот вот паровоз получается я сзади еду и притормаживаю а бак дергаю бак бак дёрни бак суках дёрни бак тест на сообразительность где здесь бак где бак рома так 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 я же не идиот бак бак здесь нема здесь нема здесь нема есть вот он короче что получается получается что чуть-чуть как пахнет тормозные колодки вот так проехали блин четыре километра слегка на тормозах и все это вся хрень дымит пошел я оплачивать в дуле полный бак топлива старая смешалась с новым все нормально еще попили кофе постояли поржали все замечательно от родины мать стартуем по набережной переезжаем мост и машина снова остановилась забрали после сервиса машину короче чтобы было понятно по температуре она начинает нагреваться значит где-то уходит антифриз либо же я конечно очень сомневаюсь но может быть такой что парни на него не обратили внимание и соответственно сейчас где-то а ну наверное вытекает это пипец с этими машинами мне ничего не вытекает значит просто значит просто маленький уровень ну да там голый вася там ничего просто нет и судя по всему там было просто вот так окей рома гайдета вон там на заправке накружил воды сейчас приедем на ствол будет у нас антифриз в смысле заем нормального антифриза а пока воды короче на цьому сраному білоруському відрі який років на 15 старше за мене просто відригнула коробка але у мене інша проблема я дуже сильно хочу в туалет я вже наготував серветки хочу не по-дитячому а хочу так по-дорослому сходити але ці щирі українці бляха-муха один через одного зупиняються пропонують мені якусь допомогу парень только що под'їхал на хронти сивік огромное вам спасибо если вдруг когда увидите просто парень под'їхал спросить что-то нужно или что-то не нужно чем помочь я готов говорю не спасибо помощь есть парень стоит на разворот все нормально еще один парень остановился и говорит давай помогу чем помочь большое спасибо але ці щирі українці бляха-муха компанія складсервіс це Дмитро з Польщі Олексій це його партнер вони зараз будуть писать звернення до військових і до речі оця компанія дуже сильно нам допомагає завдяки саме Дмитру получається так зробити щоб ми довго не їздили по Польщі він завжди на себе у себе прийме він завжди щось допоможе він завжди щось кудись поїде привезе і це враховуючи те що вони зараз працюють саме складсервіс а вже навіть не їхнюю логотипу короче парні красавчики пока оператор складсервіс делает подсъемы автомобиля щас ми будем сюда грузить все що парні накупили що ми тут маємо? мені ж самому інтересно ніфіга себе куча енергетиків це кулек сигарет блин просто контрабанда печенье всякая разина звущёнки мёд безліч всякой вкусняшки ну короче пацаны заморочились я не знаю сколько это стоит но предполагаю що не одну сотню евро не потратили вот это вот все автомобиль был куплен на їхні деньги вот это вот все тоже на їхні деньги наша только доставка этого автомобиля доставка заправка обслуживания такое все оказалось гораздо проще гораздо проще почему потому что это не топливный фильтр это просто банально дырявый радиатор и когда поднимается температура то датчик который видит что температура поднялась он отсекает подачу топлива на двигатель и делает так что машина никуда не едет ибо нифига гонять на автомобиле без радиатора и при этом при всем никакая ошибка нифига не светится и выловить этого компьютерная диагностика нельзя вроде бы типа все нормально работает в штатном режиме вот такая вот логика honda пока едем в сторону СТО в сторону туда ближе к Харькову короче не так далеко за Киевом сейчас эта машина все равно останется в Киевской области я сейчас еду слежу за температурой температура пока не поднимается вот радиатор новый уже заказали и радиатор будет только в понедельник поэтому у нас у меня появляется два дня выходных а что это значит? правильно это значит что я поеду к своей семье не только ура но и наконец-то мы приняли пока решение машина остается у меня под домом и никуда она до понедельника не денется с этой парковки я сейчас шлагбаум закрою и все останется машина здесь до понедельника потому что радиатор не тот то есть два места и два радиатора не тех а больше нету поэтому поедем в понедельник снимем радиатор возьмем его в руки и уже начнем где-то чего-то бегать искать понимаем потому что в таком состоянии понимаешь что можно его запаять и отдать пацанам но это немного не та история можно взять бушные но это тоже хреновая история поэтому такую машину передавать парням нельзя будем дальше ее дело чинить и все беда заключается в том что мы не сделали диагностику изначально то есть парни купили машину говорят классная она едет какое-то определенное расстояние то есть километров 5-6 она проезжает пока у нее не начинает подниматься температура дизель он сильно не нагревается потом идет отключение по датчику температуры все и двигатели обороты не поднимает вот поэтому поэтому отремонтируем и выдадим уже на следующей неделе а сейчас я полетел к семье и детям счастье было недолгим потому что действие таблеток закончилось и меня как накрыло в общем поднялась сильно температура два дня я сильно проболел на понедельник кроме пришлось самому грузить автомобиль на лафет тараканить его на СТО там есть хорошая идея восстановить старый радиатор ну что из этого получится неизвестно потому что нового пока нигде нет поэтому едем восстанавливать старый вот это пин картонный по автомобилю мы знаем о том что там был легкий удар в бампер бампер поменяли поменяли его не мы мы его только покрасили мы видим что там надломанный усилитель его не выровняли ничего страшного мы видим растрощенный радиатор кондиционера но при этом все абсолютно нормально работает фреон никуда не вышел и за радиатором кондиционера стоит основной визуально он абсолютно целый нигде ничего с него на первый взгляд не вытекает но мы разбираем смотрим на что мы уже точно понимаем и знаем откуда он и течет пробуем уже уже не работать нет все не пробуем автомобиль Семайя люк и четыре стеклопедъемника подожди вот так ручку рыбалый новый радиатор по бушке ничего не получилось и вот этот хламидиоз к сожалению тоже не реставрируется нужно вот так вот глушить все соты потому что все сочатся а тот который ремонтирует радиатор сказал что это будет закипяченый мотор я очень сильно хотел поехать в Харьков но не получилось потому что заболел и скопытился в Харьков я и в уг... только это еще начало только еще будет да то что надо да одноразовый А вот так Honda уже рядует Bandera-мобиль, який трошки сломался. Хочу подякувати всім, хто причасний до купівлі цього автомобіля. Цей автомобіль буде їздити по передньому краю і дуже допоможе нашому підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую! Ромчик, тобі від мене особиста подяка, бо дуже було тяжко без автомобіля. Автомобіль на передку – це як шкарпетки, можна сказати. Дякуємо, хлопці! Слава Україні! Побіда буде за нами! Десь майже біля нуля трапився отакий імпровизований блокпост. І тут, я так розумію, дитяча творчість для наших захисників. І наурию. І наурию. Не люблю я попрошайки. Кто не видел предыдущую серию, я напомню, что этот автомобіль брал участие в освобождении города Балаклея. Именно он зашел первым. Парни освободили часть, потом подтянулись остальные. Эта машина не пострадала. Парни, слава Богу, не пострадали. Они готовы дальше продолжать оборонять нашу территорию. Чего нельзя сказать про другие направления. На другие направления нужно немножко еще прикупить автомобили. Друзья, реквизиты внизу. Помогите нашей армии. Ну а мы при помощи этих денег купим еще автомобили в разные направления. Друзья, на сегодня все. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. А также не забывайте оставлять лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Делитесь этим видео с другими. Для того, чтобы больше людей увидело. И мы быстрее освободим нашу Украину. На сегодня все. Я побежал. так. в Икраина. Ты здесь , Субтитры создавал DimaTorzok